Ничему не удивляться, ничему не удивляться, никогда не должен истыть джентльмен. Но обратите внимание, что отсылка идет именно туда, на саморекламу того автора. «Повеспокою уважаемое собрание наглой саморекламы». Моя книга, о которой речь шла еще 6 лет назад на форуме «Кои Комбат», «Наконец опубликовано, продается вот тут» – «Кнайф-магазин», «Каталог» и так далее. И тут, с уважением, Дмитрий, насколько это очередная спецназовская методика, лучше судить, как хотя бы бегло ознакомившись с текстом. Непосредственно система Файберна, там чуть более 100 страниц. «Совокупность техники тактик политического настроя», психологического настроя, правда. Около 10 страниц, краткий исторический экскурс о корнях системы и ее эволюции. Еще около 100 объяснений, почему система работает с точки зрения современных исследований в области физиологии и психологии. Первоначальный проект по форме ЖЗЛ «Система плюс» системы Файберна был признан надзателем бесперспективным, поскольку он был ориентирован на очень многочисленную слоевую аудиторию. Заваясь за свой счет, мне показалось не по карману. В связи с этим компромисс, однако, как мне кажется, удачным. В любом случае, каждый может проголосовать рублю, мне нравится, не покупая. Так, я сейчас захожу на Кнайп-магазин, каталог 13, нет никакой книги. Ладно, это не показатель, я хотел бы просто еще раз задать вопрос. Кто-нибудь вообще знает о таком Дмитрие Самойлове, как специалисте чего-либо? То есть, я пока не нашел. Давайте я наберу. Меня попросили, причем, уточнить. Даже для самообороны Самойла Дмитрия, 2006 год. Ведущий эксперт по системе Файберна. Ведущий эксперт по системе Файберна. Николай Гаврилович, главный по тарелочкам. А вот, вот это уже интереснее, кстати. Смотрите, я только что читал с ЖЖ Tactical. Дальше Live Journal, да? А теперь точно такой же текст Антон Фарб. Уважаемых облаков с Рутрекера, он же Дмитрий Самойлов. Ведущий эксперт по системе Файберна на планете. Выпустил, наконец, свою долгожданную книгу. Купить можно тут. Я себе уже заказал. Скромнее. Причем, обратите внимание, Антон Фарб и тут дальше пишет Tactical. Тот самый. Как заказал? Тот отвечает Фарб. С оказией. Если еще и с автографом, позеленею Tactical. Увы, пишет Фарб. А нет ли возможности с оказией еще хоть одну книгу захватить? А лучше три, я все способы перепробовал. Блегчайшая оказия будет в феврале. Если горит, можно договориться, передадут с поездом. Хорошая, полезная книга, пишет Станислав Ермак. Только его настойка помогла моей бедной, горячо любимой бабушке. Благодаря ей она избавилась от 17 неизлечимых болезней и умерла совершенно здоровой. То есть, давайте сравним просто. Я уже даже не очень понимаю, что тут происходит. 13 декабря 2012 года. А у Фарба... 11 декабря 2012 года. Разница один день. Объясните мне, что здесь вообще происходит. Выход один. Да, Энди, сама судьба свела нас. Прекрасные слова. И так трест. Питерс, Такер и... Мне кажется, что просто люди пиарят какого-то своего чела, которого они оба знают. Один пишет в одном месте, что хорошая книга, другой пишет в другом месте, что хорошая книга. А дальше они между собой общаются, как будто бы вообще не в курсе об этой книге. Только-только получили. Рекомендуют всем. Больше похоже на платную рекламу. Я просто почему говорю так, да? Потому что мне дали ссылки на видео на этого человека. На его презентацию этой, судя по всему, его система файберна почему-то, пишет человек, который занимался тем, чем угодно, только не системой файберной, внезапно, читая книги, анализируя много-много разного этого, вдруг пришел к выводу, что система файберна же, выход. С тема файберна, часть первая, обзор. Вот мы здесь плавно переходим, это здесь, судя по всему. Тут большая роль личности в истории. Значит, был такой англичанин, Уильям Фейрберн. Значит, он в 901 году в пустаковую морскую пехоту английскую и в истории полноправленных горе для охраны международного центра. Так, а не написано, кто это. Занятие прошло 30 ноября 2010 года в РГУВК, в помещении Академии спортивных прикладных единоборств. Данное видео представляет собой запись на учебном методическом занятии по теме обзор системы файберна. Это видео... А, да, занятие проводит Дмитрий Самойлов. Вот, пожалуйста. Соответственно, остается всего один путь. Это отключение сознания. Отключение сознания, возможно, согласно Фейрберну, тремя путями. Это непосредственно сотрясение, это кровяное, значит, удушение, да, и воздушное удушение. Вот три пути. Предмет моей лекции – плодотворная дебютная идея. Что такое, братья, дебют, и что такое, товарищи, идея? Меня больше всего удивило, вот я посмотрел, здесь два часа. Мы все смотреть не будем. Основанием ладони в подбородок. Он наносился либо неподготовленному противнику, который еще не готов к радостью, если это из позиции разговора, проверки документов, или внезапного нападения, опять же, на неподготовленного человека. Судя по всему, это вот это вот. Кого-то он мне здесь напоминает. В качестве основного средства ведения к бою использовался удар ребром ладони, X-Hand. Значит, основание ладони, оно наносится с очень близкого расстояния. Более того, в идеале наносящий должен сместиться, то есть не стоять напротив, иначе это неудобно делать, а сместиться в бок и наносить удар ладони в подбородок. Дело в том, что здесь Дмитрий объясняет две взаимоисключающие техники. Одна – удар, а вторая – опрокидывание. Так вот, удар делается резким ударом в подбородок, но без захвата за поясницу, что показывает здесь файбер. А опрокидывание как раз делается с поддержанием противника. Это чистое джиу-джиу. Практически вертикально рука, практически стальзит по груди, ударяет в лицо. Значит, при этом свободная рука, она либо прихватывает поверх руки, либо если рука поднята, значит, за пояс, либо хватает за ремень, либо за руку в районе локта. То есть есть какой-то якорь. Значит, для чего это делается? Человек может достаточно легко компенсировать такой удар, отборившись назад, или отступив. Удерживая его где-то в районе центра тяжести, ну, или наступив на ногу, ну, это реже, значит, рекомендовалось. Мы ему не даем отойти, кроме того, возникает эффект ножниц. Теперь что-то делать? Ну, нельзя так, ну, что-то такое ножниц? Вы ведете себя неприлично. Кто? Вы. Мы слушаем вас. Естественно, против человека, который уже понял, что мы с ним будем сейчас вести бой, этот прием сразу провести нельзя. Вот что бывает, когда человек не практикует техники, а изучает их теоретически. Он все ставит с ног на голову. Эти техники используются в борьбе, так как они дезориентируют противника. Полеза, в принципе, из того же джунджитсу, дзюдо, там есть толчок, по многих приемах подбородок основанием ладони. Это как бы уже, вот, дзюдо сделано было для освещения безопасности. То есть многие приемы системы ферберна, это приемы, в чистом виде, приемы дзюдо, но старого дзюдо, когда оно еще, так сказать, больше было ориентировано на реальный бой. Я хожу еще в садик. Мне 6 лет, очень много. Мне будет 10 лет через минуту. У многих вызывало вопрос, почему у ферберна отставлен большой палец. То есть, вот, если в карате, там, удар ребра на ладони, то большой палец, он либо прижат, либо сжат. Ну, то есть, он где-то прижат. У ферберна, он в классическом варианте отставлен. Сейчас вы сами сделаете так, отставите, да, и расправите руку. Вы почувствуете, как напрягается вот здесь вот мышца. Если палец прижать, она мягче. То есть, такое положение позволяет иметь напряженность, на готовую ударную поверхность во время всего приема. При этом, рука не закрепощет. Два часа, первая часть. Очень много россказней. В принципе, то, что он говорит, больше относится... Просто, когда удар наносится, да, во всех классических, да, палец по-настоящему не совсем оставляется. Вот у нас, по-моему, Александрой часто оставляется, да, потому что оружейный стиль. Ну вот, когда я наношу удар, да, у меня тоже палец стоит в сторону, но он согнут всегда. То есть, он выводит какие-то вещи, да, от Файберна, но это все, скорее всего, родом из Шу-Жицу. Но я-то сразу сшиб его с ног. Вот так. Раз! И как дал! Ну, че, ну, я этот прием в книжке вычитал. Весной на базаре купил. Для начала возьми-ка, прочти вот эту книжечку. Очень тебе это может пригодиться. Описание тысячи способов японской борьбы, собранных начальником тайной полиции, господином Сигемицу. В помощь сыщикам, морякам и господам офицерам, желающим усовершенствовать свою мускулатуру. Так вот, у меня все остался такой же ведущий эксперт по системе Файберна на планете и улыбочку у Антона Фарба. Антона Фарба мы знаем, да, по тому, как он зарезал людей на улице. Ну, вот. Я не знаю, кто такой Дмитрий Самойлов. С чего вдруг этот человек вообще стоит внимания? Главный по тарелочкам воспользуйся. То есть, вот я смотрю дальше, да? Вот прошел час, час разговоров. Уже палка, нож уже пропал. Пистолет уже. Я вот за эти вот два часа, вот час сорок четыре, я не увидел ни одной техники. То есть, очень много разговоров. Дебют, братья! Это квази-уно-фантазия! Ну, это всем понятно. Так, ну вот это первая часть, да? А вот вторая часть. И тоже, где-то часа два сидит, сказки рассказывает. Тут какие-то вещи, да? То, что он показывает, это опять же жужжится, да, вот это движение. Причем, я объясню, да, что вот эта часть, когда наносится удар в ладони, это старый... Во время... До революции жужжицу проникало в Россию из Великобритании, из Франции, да, из Европы. Вот, потому что там были европейцы, которые ездили в Японию, обучались жужжицу. Узнаете? Это есть у Файберна. И это... Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Естественно, они обучались так себе. То есть не было прям вот полного комплекса. То есть как мастера, они были хороши только тогда, потому что не было никого другого. На безрыбье и рак рыба. Поэтому техники такие были убогие. Потому что вот этот удар, да, в карате наносится удар, именно ладонью, да, и пробивается, да, в лицо. Ну вот. А джужжицу, например, идет запрокидывание. И кладется... Лицо запрокидывается. Он там рассказывает про грипп, про мозги, которые там на стволе крутятся, бьются очередную коробку. Частично эта доля правды есть. То есть как бы его никто не увлечает том, что он безграмотен, да, как таковой, по медицинской части. Я хочу сказать, что этот человек безграмотен именно по боевым искусствам. То есть... Ну, по боевым искусствам я многое слишком сказал, да. По рукопашному бою. Я не вижу ничего, чтобы он был... Чтобы в нем выдавало знания каких бы то ни было других техник, не тех, которые в системе файберны. Потому что он реально ничего не понимает. То есть то, что он рассказывает для него, он рассказывает так, как это какое-то откровение. Об этом ничего у них в откровении нет. Это просто неправильное исполнение джужжицу. Вот. Я хочу обратиться, непосредственно к системе файберна. Словно лошади по кругу вслед за призрачной мечтой Мчатся люди друг за другом И под ром весь шар земной Помогла моей бедной, горячо любимой бабушке Благодаря ей она избавилась от 17 неизлечимых болезней и умерла совершенно здорово